Это снято силами очень маленького количества людей. Я думаю, всем понятно, что произошло. Никому из нас не надо сейчас пересказывать какие-то нюансы, что произошло, но все прекрасно поняли. Примерно об этом феномене мы сегодня с вами будем говорить. О том, как люди рассказывают истории, потому что про это на самом деле очень-очень много рассказывают. И даже в нашей научной стране, которая имеет наследие Советского Союза, то есть очень мощную пиношколу, сегодня истории рассказывать очень сильно разучились. Вот. Конкретно будем говорить о том, почему на одном конце земли могут рассказать, придумать историю и придумать, как ее рассказать, так, чтобы ее поняли где-нибудь на другом конце земли, в другой культуре, там какой-нибудь папуаз, где-нибудь в пещерном веке живет еще, который на он все это поймет. Вот. Давайте пойдем по слайдерам. Вот. У нас сейчас сегодня с вами написали семинар, неправильно написали, называется лекция. В конце могу отвечать на вопросы. Короче, лекция про драматургию. Скажите мне, пожалуйста, кто из вас может ответить на вопрос, что такое драматургию? Вообще какие-нибудь, не знаю, ассоциации? Писание истории, которые интересны другим. Хорошо. Еще варианты? Вариантов нет. Хорошо. У нас другие написаны перед вами. Теория искусства построения истории. Ну, ты был близок. Вот. С чего все началось? Началось все, скажем так, в известной, точка известного человечеству, с которой можно сказать, что все началось, началось вот с этого парня, Аристотеля, мы все про него знаем. Этот парень жил 23 века назад, почти что 24. Его труд, в котором он в первый раз зафиксировал нынешние правила, как рассказывать истории, называются поэтика. В поэтике содержалось два тома. До нас дожил только один том. Первый том рассказывал про то, как выглядит и как строится драма. Вторая, предположительно, рассказывал про комедию. Комедию, на наших дниках я уже сказал, не дожила. Вот. Тем еще известный Аристотель, он воспитал Александра Македонского. Вот. А здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что это не просто очень умный мужик, он посмотрел, скажем так, не просто будущее, он сформулировал некие правила, которые понятны даже нам сегодня, спустя 23 века. Вот. То есть нужно просто сесть хорошенько над материалом, подумать на правила ли они его, и они будут переживать еще там 20 тысяч лет, я так думаю. Почему так? Потому что мы с вами за эти 23 века не поменялись. Прижила даму там, несмотря на то, что мы там растем из греков и римлян, да, там у нас римское право, тут все, у нас там греческие какие-то имена, несмотря на это, наша природа, в принципе, не поменялась, то есть сменилась наша культура, там всякая, короче, политика, мы говорим уже на языках, которые там много раз эволюционировали друг из друга, они совершенно не похожи на то, что было там при Аристотеле. Тем не менее принципы построения истории одни и те же. Сегодня вот мы и дальше о них будем говорить. Была написана поэтика 335 год до нашей эры, сегодня ее можно там где-нибудь найти, почитать, купить бумагу, если хочется. Вот она уже там, еще вот языком Аристотеля, там написано все то, как правильно рассказывать эту историю. Он там все отлично разложен. Вот, это первое, это первый труд, на который я хочу обратить ваше внимание. Вот так, он называется «Блэйк Снайдер. Спасите котика». Вот такая замечательная книга. Вот, можете ее полистать, мне интересно. Вот, Блэйк Снайдер, это сценарист, который написал очень-очень-очень много сценариев, и мало того, что он написал, он их продал, и еще много кого, короче, обучил тому, как писать сценарий. Соответственно, у него очень-очень много шишек, и он рассказывал вот то, как, скажем так, с чем сталкивается начинающий автор. Я тоже могу по этому ничего рассказать, но тут Блэйк Снайдер интересно. Чем феноменальна конкретная эта книга, тем, что она перевешивает вообще все годы того материала, который мне пришлось вкурить от всяких известных там джерсеров, которые очень самовлюбленные люди, на самом деле, и они, к сожалению, плохо учат. То есть это такая негативная тема, я про нее не буду рассказывать долго. Короче, эта книга, она перевешивает годы всего того обучения, которое у меня пришлось пройти впереди, чем я ее прочитал. Она прям несоизмерима по ценности. Там все рассказывается, какие бывают типа истории, как эта история выглядит, с чего все начинается, к чему должен ее прийти, и как он должен быть создан, чтобы мы не сопереживали, чтобы мы погружались в эту историю. А остальные учебники по драматургии, к сожалению, выглядят примерно следующим образом. Сейчас мы будем скучным академичным языком рассказывать, что должно произойти в первом акте. Но, да, в принципе, интересно, то есть какие-то академические знания, конечно, нужно знать, в принципе, но это скорее для общего развития, потому что все эти учебники, они нам не рассказывают, как написать живым языком хороший, интересный сценарий, который ты читаешь вот так, просто смотрим под одеял. вот они все, ну, скажем так, Роберт Маккин, есть такой, «История на миллион долларов», очень хорошая книга, написана чуваком, который написал много сценариев, но продал всего два. Остальные вам как бы типа в столе или там или ученики, ну и так далее. Мужик интересный, но как бы много советов, но, короче, к жизни не очень, как бы, к жизни неприменимы, скажем так, на окраине работа. Вот. Вот это, вот это мастхэп. Кто хочет научиться рассказывать истории, читайте, «Как спасти котика». Она прямо вы. Едем дальше. Здесь на слайде плохо очень видно, к сожалению, я думал, что будет получше. Из чего состоит история. Я здесь взял на себя тут немножко по-другому подойти к созданию сценария. Короче, обычно мы пишем сценарий как? Мы берем какие-то горы тексты. Я сейчас расскажу все, что здесь написано, потому что в зале не видно. Обычно мы берем какую-то нашу идею и начинаем раскладывать ее в тексте. В этом тексте, скорее всего, если вы непрофессиональный сценарист, если вы непрофессиональный писатель или плохо знакомы со всем этим, даже если вы хорошо знакомы с тем, как, если, допустим, не копирайтер, все равно не идти высокие шансы в этом самом тексте утонуть. То есть я подхожу к созданию истории как к механизму. Если вы когда-нибудь собирали механизм из шестеренок или в всяком случае и вас кто-нибудь это делал, вы все понимаете, что или электрическую схему, если вы своими руками собирали, вы все понимаете, что если какой-нибудь один диод какой-нибудь из этой схемы вынуть, то схема рассыпется, она просто не будет работать. До какого-то момента там ток будет поднять течь и вот все. С конструктором то же самое. Вынимаешь шестеренку и вот оставшаяся часть механизма не работает. С историей точно так же. Здесь очень простая история про то, как вот рыцарь короче спасал принцессу, с которой у него были аморны два. Это я называю эту штуку визуальным сценарием. Это очень-очень примитивный подход. Я потом покажу, как я раскладывал свой сценарий анимационного фильма на примерно 25 минут. Там довольно сложная схема, но она понятна и она употребима к жизни. Итак, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем трёх персонажей. Принцесса, рецарь, ну, я художник, конечно, от бога, и дракон, который ее жрет. Ну, или что-нибудь другое с ней интересное делать. Вот. Здесь расписаны их качества, то есть я даже здесь полковиже покажу как. Здесь написано третье акте. Три акта, мы все знаем, что история состоит либо из трёх актов, либо из пяти. Классика это три акта, пять актов это ну, такая экспериментальная работа, я не рекомендую с ней знакомиться. Но, скажем так, когда освоить реакта, к этому можно уже подойти. Вот. Что же у нас здесь есть? У нас есть описание героев, точнее персонажей. Герой здесь один, а герой это тот, кто двигает историю. В данной ситуации это рыцепт. То есть он идёт из точки А в точку Б, он приключается, с ним происходят какие-то изменения и так далее. Поэтому он герой, остальные персонажи. Вот. Им как бы арка героя не нужна. То есть они не должны из начала истории к концу истории как-то приключаться. По Станиславскому он будет, конечно, хорошо, но как бы не обязательно на самом деле. Вот. А герой, он измениться должен. Он должен как-то вот стать другим к концу истории. Он преодолит себя, стать сильнее, ну, чтобы победить какое-то зло, с которым он стал столкнуться. Преодолит неприятности. Это называется арка героя. Если арка героя нет, получается человеку герой очень фальшивый и есть литические истории всегда следите за тем, чтобы вот так было прямо железно. Это такой прямо скелетный, который насаживается вся ваша, ну, достоверная какая-то правдоподобность что ли вашего героя. Итак, какие здесь я выглядел вот в этой простой истории и здесь выгляделся героя. У нас есть рецепт, он влюблен в принцессу, он смелый, хочет реализовать себя и в процессе истории вот здесь он обретает какой-то меч кладенец тому вот искам как король артур. Ну, то есть здесь на самом деле не очень хорошо восприсано, здесь он вот во втором акте он сталкивается с какими-то препятствиями для того, чтобы получить инструмент, с помощью которого он будет преодолевать. Вот, то есть он эти препятствия преодолевает, он уже стал как бы сильнее, лучше, чем он был прежде и теперь он имеет внутреннее право, как бы, он заслуживает перед нами права там победить вот этого дракона. Вот, далее, принцесса влюблена в рыцаря, по факту истории является жертвой дракона. Все, это все ее обиды. Дракон, опасное, тупое животное, ест принцесс, он не любит рыцей. Вот, далее здесь я расписал стрелочками просто вот несколько героев, нижние стрелочки, там, рыцарь имеет платонический или половой интерес к принцессе, принцесса, к рыцарю то же самое, дракон имеет к рыцарю там, чувство нелюбви, рыцарь и дракон те же самые отношения. Дракон имеет принцессе криминальный гастрономический интерес, короче, ну, как-то так. Таким образом, нам становится понятно, как эти герои взаимодействуют друг с другом. Здесь нет пустого места, то есть, мы знаем, как каждый из персонажей относится к каждому другому персонажу. это является как бы смазкой истории. То есть, мы, сталкивая их в каких-то сценах, в актах, нам понятно, что с ними будет происходить, как они будут друг с другом взаимодействовать. Если они окажутся как-то в одной комнате, они не будут просто смотреть друг на друга, они будут как-то жить. Расписывать как-то визуально я считаю это необходимо, потому что это, скажем так, в моей практике есть люди, которые не понимают текст, они не умеют думать текстом вообще, они думают визуально, то есть, у них сразу какой-то визуальный образ, и написать для них текст, это прям пытка. Ну, такая вот природа у людей, такое бывает. И это довольно серьезно помогает нам понять логику дальнейших событий, потому что логика, ну, немножко отступлю от этой схемы, да, сейчас я работаю в анимационной школе, где у меня направление по режиссуре. К нам приходят студенты, они учатся режиссурском режиссуре, там и сценаристик, и раскадровки, в общем, разработки анимационных фильмов. Там это кино применимо. Ну, в общем, на этапе создания сценария у всех примерно одна проблема. Очень-очень плохая логика. Есть люди, которые, в принципе, к этому не способны, но зато они хорошо рисуют. Люди, которые прям в логику не могут, они отличные художники, как правило. У остальных, в принципе, могут там, посмотрев несколько уроков, короче, посмотрев несколько примеров, начинают соображать в эту сторону. Как бы начальный уголь разных людей, но проблемы, в принципе, одни. Так, вот эта штука нам очень сильно поможет. Расписывайте своих героев, и вам станет понятно, как они будут дальше двигаться к этой истории. Я расписал эту историю по Платону, по Аристотеле, прошу прощения. Это классика, на которой вы можете разложить вообще любую историю. Интерстеллар, господи, синие люди, скажите мне, какие номеры. Аватар. Аватар, да. Аватар и так далее. Все эти фильмы, в принципе, раскладываются на несколько строчек сюжета. Это называется логлайн. Логлайн – это краткое содержание того, что эта история про бармя, с которым что-то случилось. Если ваша история не может уложиться в эти два-три предложения, не больше трех предложений, скорее всего, в ней имеются очень серьезные проблемы и вы сами, скорее всего, не знаете, о чем эта история. Вот. Поэтому, прежде чем вынимать идею из своей головы и выкладывать ее в поэму, в млаготовник, надо написать сначала в онлайн в трех предложениях. Это история про бармя, там, у которого украли возлюбленную, и он должен победить дракона, чтобы ее спасти. Все понятно. Простые человеческие ценности. Про них потом поговорим. далее поэтому пишется синопсис. Синопсис это более развернутая, ну, скажем так, небольшой абзац в несколько строчек, может, 5-10 строчек, но не сильно много, но уже больше, чем три предложения. Синопсис нам рассказывает о том, как это происходит. В логлайне мы просто видим пришел, увидел, победил, ну, зачем, куда, почему, да? А в синопсисе мы уже видим как, то есть более четкая картина, более подробная немножко история и это очень важно, потому что когда мы не имеем большого опыта создания сценариев, написания истории или там написания пример своих персонажей на игру, то многие вещи, которые кажутся нам понятными при попытке вынуть их из своей головы, они становятся непонятны, они становятся непонятны вам и тем более они будут непонятны окружающим. Такая последовательная работа, она гарантирует то, что вы во-первых можете обнаружить ошибки и недочеты в своей идее, во-вторых вы сможете точно рассказать, вы будете поняты вот так и вас будут слушать. После этого пишется поэпизодник, это к нему потом придем где-то ближе к концу лекции и поэпизоднику уже пишется сценарий. Если вкратце в двух словах поэпизодник пишется после синопсиса. это в двух предложениях содержание каждой сцены. У нас есть какая-то сцена и мы в двух-трех предложениях пишем мысль, которая в этой сцене происходит. Как она происходит, это уже можно вкладывать в эпизодник. В принципе, желательно. Но нам нужно понимать, зачем нам эта сцена, какую смысловую нагрузку она несет. Она двигает, сцена может либо двигать историю, либо раскрывать персонажа или героя, показывать какое-то из его качеств. Если сцена не делает этого, то на этапе поэпизодника, пока мы еще не вложили большое количество сил, мы можем просто ее выкинуть или передумать. Соответственно, это уменьшит наши шансы быть непонятными и на косячу на дальнейшем производстве. Да, я буду показывать много анимационных фильмов, несколько, поскольку я сам аниматор и игровые тоже будут сегодня несколько сцен, но вот такая специфика. Она, в принципе, применима вообще к любому полю деятельности, телевизор, театр, ролевые игры, если, например, будет фэнтези, какая-то пишка. В принципе, везде правила одни, они слишком грубные, здесь нет каких-то таких больших нюансов. Итак, как у нас выглядит вообще история? Вопрос можно? Посмотри, ты сказал, что в самом начале надо сформулировать в двух-трех предложениях историю? Да. Значит, существует ли набор вот таких предложений и конечен ли он? Я думаю, что да, конечен. Мы к этому будем дальше в лекции идти. Это есть здесь такой пункт, 10 типов истории, то есть это 10 типов каких-то очень общих сценариев каких-то, в которые можно уложить на первый взгляд совершенно разные фильмы, но сюжет в них на самом деле примерно один. Об этом буду рассказывать дальше. Самый главный онлайн должен нам рассказывать про героя, что с ним произошло и куда он идет. Все. Больше, как бы, это основная информация, которая нас цепляет и погружает нас в историю, которая привлекает наше внимание. Если наше внимание не привлечено, вся дальнейшая работа была зря. Вот так. Так что что же здесь происходит? Акт первый, тезис. Второй акт антитезис, третий, синтез, первых двух. В первом акте мы показываем ценности персонажа. У нас есть герой, у него есть возлюбленная, он живет в каком-то мире, у него какие-то драконы, то есть мы показываем правила истории, что тут оказывается фэнтезийный мир, тут есть драконы, они живут баб. Есть рыцарь, которые их с переменным успехом побеждают, а может и не побеждают. Ну то есть нам нужно показать правила, по которым будет развиваться дальнейшая история. Если мы эти правила нарушаем, зритель или участник истории будет чувствовать себя обманутым и будет делать хошку, короче говоря, и тыкать у нее все эти нехорошие предметы. Вот, поэтому без экспозиции первый акт, как правило, заканчивается чуть-чуть после экспозиции, то есть экспозиция как раз процесс показал, вот мы показали мир, показали ценности, показали правила. Далее, в конце первого акта мир, который мы показали, ценности героя, которые мы продемонстрировали зрителю, рушатся. На этом заканчивается первый акт. Это, ну скажем, есть два самых так называемые точки холода, ну вообще она одна, но это намек на нее первой. Вот, значит, в конце первого акта этот мир рушится, там, вот эта иллюстрация, она примерно находится примерно на границе первого и второго акта. Вот, цель, ради которой герой будет идти дальше, должна быть понятна. То есть, людьми, как сегодня уже прозвучало на предыдущей лекции, двигают всего лишь несколько целей на самом базовом уровне. что мной, что кем-то еще, что в принципе там каким-нибудь печальным человеком, что человеком там из далекого будущего. Наша природа не изменится. Ну, пока мы как бы будем людьми, да, если мы там были где-нибудь в регуляции, то уже другое дело, да, за несколько тысяч лет мы не изменились. Поэтому нам по-прежнему становятся понятные истории, которые основаны на получении выгоды, на сексе и на спасении жизни своей, либо спасении жизни и кого-то дорогого на. Если история основывается на чем-то другом, то, скорее всего, эта история уже не имеет риск быть как бы либо для сильно узкого круга, который, ну там, не знаю, какое-нибудь корпоративное кино, да, какой-нибудь организации, что-то такое, либо имеет просто быть непонятой. Если вы основываете свою историю вот на этих ценностях, то есть спасение жизни, секс и выгода, то этот фильм поймет даже пещерный человек, который в принципе не знает вашего языка, который там жил много, там, десятки тысяч лет назад. Спасение жизни, это понятно всем, понятно даже животным, но у животных нет сигнальной системы, которая там позволяет ему отбукнуть историю. У нас сигнальная система есть. Вот. Собственно, далее, второй факт правил мир, мир героя разрушен, его возлюбленный, там, его дракон, в первом арте принцесса рассказала ему, что вот есть лучший чувак, меч-платенец, которым, возможно, ты можешь ухудить дракона, если он зайдет мной позавтракать. Это случилось, героя ничего не остается, собственно, как пойти либо за машинным концом, как хобби-то, там, уничтожать воду, либо за вундерваффлек, с помощью которого он может доказать, реализовать себя в этой жизни спасти возлюбленному, и чтобы все было хорошо, как бы он выцелили. То есть, второй акт является антитезисом, то есть, мы показываем, что мир из первого акта не просто разрушен, во втором акте герой своими действиями, скорее всего, добьется нижней точки холода, то есть, это момент, в котором он своими действиями похоронил вообще все возможности достичь достичь своей цели. Если этого не происходит, то, возможно, история будет выглядеть такой случайной или сырой. То есть, мы все видели такие фильмы, в которых, когда у героя нет возможности выбора, когда у героя нет, скажем так, каких-то душевных мук, когда у него все плохо. Все вы можете вспомнить любой фильм сейчас. Вы все знаете, что в кассовых фильмах, хороших фильмах, которые вспоминают, этот сюжет обязательно есть. И именно поэтому эти фильмы нам запоминаются. Не потому, что там герой красивый, а потому, что нам понятно, что с ним происходит, и мы переживаем те же эмоции, что и он. То есть, это определенная диаграмма эмоций, которая уже много тысяч лет у нас живет со тех времен, как мы вообще появились на свет и познавали себя к человеку. Как видим. Вот. В нижней точке холода он похоронил все возможности для того, чтобы спастись. Ну, там, как-то достичь своей цели. После этого, возможно, он может либо прибегнуть к тому, что было в первом акте, там, принцесса ему говорит, есть меж-клоденец, и он такой, блин, есть меж-клоденец, и, кажется, я там тупий из них. Извиниться, французский. Короче, там, что-нибудь не так сделал. И он идет к, очевидно, на первый взгляд, не слишком выгодному решению, которое оказывается для него спасительным. Он идет и добывает, преодолевая какие-то препятствия, вот этот вот меч-клоденец, в третьем акте он совершает, это граница второго и третьего акта, в третьем акте он совершает прорыв, это называется как точка прогресса, или как это так, короче, точка прорыва. В третьем акте мы синтезируем попытку тезис и антитезис, то есть это такой антимир, противопоставленный первому, в третьем акте мы их синтезируем, то есть показываем, что попытка вернуть прежнюю жизнь в принципе возможна, она как бы будет ну не совсем такой, как раньше, но она будет ну скажем так приемлема, потому что то, что вот сейчас жить в этом вообще невозможно. в третьем акте правдами и неправдами обычный герой помогает, друзья, вспомните какую-нибудь историю, вы все, вы можете узнать, что она отлично раскладывается на то, что я вам сейчас рассказываю. Практически любая сказка, ну какая-то более-менее известная, в третьем акте мы синтезируем, то есть все хорошее, что мы встречали в этой истории собирается в кучку, все плохое, что было в этой истории, тоже собирается в кучку, обе стороны все это время качались, росли над собой и они встречаются. И герой здесь проявляет какую-то неожиданную для нас с вами либо, не знаю, либо смекалистость, если он был тупой или вот что-нибудь такое, то есть он должен совершить какой-то неожиданный ход. И с помощью этого он может преодолеть злодея, который при встрече с ним был явно сильнее. Это вот практически любая история, которую мы можем с вами посмотреть в кино, ну во всяком случае там, не знаю, до недавних лет, до того, как Голливуд начал штамповать свою бодерку. Ну то есть, например, не знаю, Барт Вейбер, он там, он качался, он рос над собой и в конце концов он чуть не убивает Люку Скайокера, потому что Люк, я твой отец. Это такой удар под дых, который Люк не мог пережить. Но на этом история не заканчивается, поэтому тут как бы в данной ситуации как бы он не победил, а победил злоб. То есть, такое вполне себе тоже бывает, почему нет. Вот. А в финале истории финал как бы предсказуем. Ну то есть, не обязательно на самом деле, чтобы все было хорошо. Если вы снимаете какую-нибудь клевую драму, то она может быть не живой. А герой, например, ну он поймет, что это ему и папа это не нужна была вообще. И что его цель на самом деле ложная, и он такой и мир разрушен, и друзей потерял, и полимеры все где-то непонятно, и короче, и дракона на самом деле это убивать не надо было. Ну, много вариаций есть, но как бы он должен прийти к какой-то цели, либо не прийти к ней, вероятно, правдами и неправдами, там преодолением себя и так далее. Если ваша история будет подчиняться примерно такому положению дел, скорее всего ее будет интересно смотреть. Вам как бы вопросы по этой части есть, или я несу какую-то дичь непонятную? Все окей. Все окей, да? Хорошо. Так, это четвертый слайд, я хотел, да, я хотел показать один интересный слайд. перед вами кадр из Мирополиса, который снимал один из моих коллег и преподавателей, Марат Аблетшин, он аниматор на Диснея. Вот, мне выпала честь учиться и работать вместе с этим человеком. вот, он, наверное, консультировал меня по всяким интересным вещам. Еще раз рассмотрим другую сторону медали истории. Как, собственно говоря, вокруг чего это все происходит, с чего все начинается и так далее. У нас есть с вами некоторая история, идея. Из идеи, мы должны понять, о чем она. Мораль, с которой зритель выйдет из кинотеатра или игрок там после игры или после прочтения книги и читателя, что-то там у него останется в голове, он останется с какой-то моралью, с каким-то ощущением. Вот, мораль и идея это разумные вещи. Идею нужно очень-очень сильно кристаллизовать, чтобы не было никаких двойных толкований, чтобы всем было понятно точно, о чем ваша история. Далее, идея рождает саму историю, которая эту идею раскрывает. То есть это последовательный процесс. Далее, история рождает, выдавливает из себя героя, который лучшим способом может ее рассказать. Ну, допустим, допустим, если мы снимаем с вами какой-нибудь какой-нибудь триггер, вот давайте подумаем, кто лучше всего расскажет историю про триллеры. Ну, там, короче, не знаю, маньяк, гасик по ночам каких-нибудь одиноких девушек в темных подворотах. Кто лучше всего расскажет такую историю? Следователь полицейский. Как? Следователь полицейский. Следователь полицейский, совершенно верно. Именно поэтому вот это вот можно сказать, что уже клиша, что главный герой триллера, либо там журналист какой-нибудь, ну, то есть, как бы, волей-неволей, официально-неофициально следак. Именно поэтому такие люди рассказывают, потому что они нам показывают последовательно. Вот тут за цепочка, вот тут за цепочка, мы вместе с ним идем по истории. То есть, мы вместе с ним идем, как бы, по декорациям и приходим потом к нужному, к нужной точке. То есть, эту историю бы плохо очень рассказал, не знаю, случайный свидетель. Хотя, в принципе, можно изловчиться, и случайный свидетель можно много чего-то интересного накидать. Но это скорее всего будет какой-нибудь такой с уклоном в комедию. Вот, типа что-то типа Гая Ричи. Вот, когда там случайный свидетель становится активными участниками. Да? То есть, у каждой истории есть герой, который лучшим способом ее рассказывает. Например, я снимаю анимационный фильм про врача, который... Нет, прошу прощения, я сповернул. Короче, я снимаю историю про взаимодействие некоторых людей примерно там конец 19 века, но это не важно. Важно то, что они являются какими-то довольно странными волшебниками. Там есть врач, который лечит людей от кошмаров. Там есть дух земли, например. Люди живут на острове, и вот как индейцы говорили там, вот у этой земли есть хозяин, там есть вот такой дух, и он немножко не рад людям. Поэтому он убивает. И эту историю лучше всего расскажет лекарь, который будет спасать этих людей. Есть как бы другие варианты, но вот конкретно в этой истории выбор пал на какого-то спасителя. Далее. История, значит, рождает... История родила героя, выдавила из себя. Герой рождает из себя определенный пол друзей, которые залезают в самые темные уголки истории, куда сам герой не дотянется. Ну вот, например, если мы обратимся к тому же Зверополису. Давайте вспомним, кто у нас был другом, главным героем в Зверополисе. Мафиози там. Мафиози, хорошо. Кто еще? А какого главного героя в Зачихе? Ну, здесь как бы главных героев вообще два. Ну, Лист он вообще всех почти знал из города. Они ходили в какую-то эту... где нудисты сидели тогда. Хорошо, нудисты, еще кто был? Вспоминайте. Киношка с ним есть отдельная прям. Ну, как не киношка, а прям отрезок из фильма специально катали его там. Ленивец. Ленивец. Блиц. Сразу, да. Вот, пожалуйста. Уже сразу вы назвали несколько друзей, главных героев, которые помогают героям залезть туда, куда они сами не могут. Ну, вот. Так, а те, кто на темной стороне силы, они не считаются друзьями главных героев? Они не считаются друзьями, но они точно такие же второстепенные персонажи, которые тоже освещают для нас историю. То есть, ну, да, они друзья-антигерои, пожалуйста. Они для нас создают более глубокий мир, чем мы будем просто следовать за одним героем, и герои нам будут рассказывать. Смотрите, вот здесь, короче, произошло убийство. Смотрите, вот здесь я там спас принцессу. Неинтересно. А когда вот наши там их друзья что-нибудь вытворяют и помогают героям, или ему, например, придет, это уже создает как бы гораздо более интересное зрелище, историю. вы можете это очень хорошо использовать при написании своих персонажей, либо при написании там своих историй. В общем, я не берусь, не несу ответственность, что вы будете дальше мне поставить цепь, вы просто будете смотреть кино, наше подобное. Вот. Еще раз. Значит, идея. Идея рождает историю, потому что, ну, допустим, давайте с вами пофантазируем. Да, что-то здесь было все понятно. Идея. Давайте вот такая идея. Врач и врач и болезнь одной природы. Какая там может быть история? Примерно. Ну, какие-нибудь ассоциации, просто вот. Еще раз. Врач и болезнь? Врач и болезнь одной природы. Не совсем понимаешь, что это значит. Это значит, что болезнь может вылечить только человек, который определяет, обладает определенным талантом к, ну, допустим, не знаю, к лечению психических заболеваний. Ну, например, доктор этот с палочкой ходил в хаос. Вот. То есть, он сам как бы не сильно здоровый человек. Пожалуйста. сильно не здоровый. администратор этой больницы, который нам рассказывает про врача, который лечит больных, уже какая-то сложноватая схема. Гораздо лучше, перестали вспомнимать от лица того врача, который сам это делает. Вот. Ну, короче, здесь, на самом деле, можно много еще чуть-чуть подкнуть или досмотреть по-другому негомому. Так. Теперь давайте мы с вами посмотрим немножко странную вещь. врача. empieza тоже ... врача, дорога, искусство, прежнену, как улети, врача, кастрюль, как улети. И лечит, так улети. Сейчас, пожалуйста, вспомните, что сейчас мы говорили про первое, второе, третье акты, и сквозь призму этих знаний посмотрите. Запись. Не надо? Нет, здесь запись не надо. Все, запись можно продолжать. А как вам фильм? Абстрактно. Абстрактно. Вам было понятно, почему герой пошел туда-то? Почему? А чего есть неприятность? Погасла лампочка. Ну да. Там, на самом деле, не очень хорошо было показано конкретно этой фильме. Авторы не суперпрофессионалы, но они с ним, можно сказать, хороший фильм. Все остальное, в принципе, истории понятно. Он искал какой-то источник огня, там нашел себе друзей, похоронил все свои возможности, друзей его спасли. Все. В принципе, так выглядит практически неверно. Раскладывается на это, раскладываются почти все. всякие. Вот. А здесь далее. Давайте немножко... Ой. Давайте немножко упробним картинку с типом истории. С... Характерная для любого, практически, фильма ужасов история. То есть, это... Здесь написано, сверхъестественное нечто щемит людей в замкнутом пространстве. В городе, в комнате, в космическом корабле. Не важно. Оно вызвано из небытия для того, чтобы, понимание, восстановить справедливость. То есть, люди накосячили, сделали какую-то неведомую фигню, кто-то жадный, короче, там, не знаю, продавал мертвые души и из небытия тем самым вызвал какого-нибудь, короче, там, бога-не-бога, да, какого-нибудь чужого, да, для того, чтобы он своим появлением и вот своей карой, короче, становился справедливость. Примерно подобный сюжет вы можете увидеть почти во всех фильмах Умусах. Это Silent Hill, Челюсти, Таинственный лес и Чужой. Продолжите список сами. Таинственный лес здесь и Silent Hill, по-моему, самые яркие представители. Если не смотрели Таинственный лес, крайне рекомендую. Офигительный триллер. И еще этот, господи, как он называется-то? Остров Пропятых. А Чужой там в чем несправедливость-то, которую он восстанавливает? Конкретно где? В Чужом. Не, но если смотреть сейчас сикву Чужого, Промитей, который там и так далее, то оказывается, что у нас Чужое это идеальное оружие, которое создал андроид, которое создали люди, которые не наделили его смыслом жизни. Так что это не все вписывается. Ну да, как бы не очень четко. Но дело в том, что драматургия сама по себе не является какой-то наукой. То есть мы не можем здесь сказать, сколько вешать в граммов, и будет четкое описание в ньютонах и джоулях точно. Но, в принципе, укладываться будет. То есть я так понимаю, то есть если это будет что-то реально существующее, ну, какое-то там, ну, собака с бешенством как бы. Вполне себе, да. Стивен Кинг очень хороший представитель, кстати, говоря про вот этих вот сверхъестественных представителей. Сюда, сюда. Да там-то ситуация была реальная. То есть там собака была, она просто была бешеная. То есть была больная собака, она там убила, ну, нескольких людей, как бы говоря. Ну, в принципе, да. То есть как бы здесь можно сделать шаг влево, шаг вправо, но если логика как таковая не нарушена, логика представления, почему нет? Как бы это скорее нам... Зачем вообще типируем какие-то фильмы, да? Затем, чтобы нам было понятно, по каким правилам мы будем рассказывать эту историю. Триллеры бывают в принципе не только про монстров в доме. Монстров в доме это... Главное правило здесь, что-то непонятное, какое-то чудовище, там, не знаю, может быть даже понятное или сверхъестественное, или не сверхъестественное, да? Оно щебет людей в замкнутом пространстве. В замкнутом пространстве это определяет историю Триллера. Вот. Остров Прокритых. Действие на острове. Silent Hill. Закрытый город, из него не избежишь. Шелюсти. Там тоже какой-то маленький портовый городок, из которого шериф почему-то не может... А, шериф к нему, собственно, там шериф, он охраняет порядок. Поэтому здесь это тоже замкнутая пространство, с которого он не может потенцировать. Скажите, ну когда там по очереди там людей убивают там в самолете, там свидетель... Я забыл, как фильм это называется, да? Там история, что как бы... Они стали свидетелем общего, идут, одного убивают так, второго так, в разных контактах земли. Где замкнутые пространства? А вроде как вот... Ну смотри, замкнутые пространства, оно может быть здесь ограничено рамками конкретной истории или ограничено рамками конкретного коллектива. Ну то есть, в какие рамки это тоже пространство? Ну знаешь, там я... Ну да, в принципе, да. То есть здесь надо мне посмотреть конкретно на историю, чтобы я тебе выявил какую-то логику. Потому что я так сходу тебе что-то определить не могу. Может быть, она относится к немножко просто другому типу фирму. Их, как я уже сказал, десять. Вот. Может быть, там вообще не про триллер по темам, на самом деле. Вот. Второе. Путешествие за золотым вылом. Ну, мы все читали этот книг. Кто не читал, стыдитесь. Звёздные войны. Назад в будущее. Почти, почти все фильмы ограбления. Потому что герой стремится за какой-то наживой. Но огребает или не огребает, тут уже зависит от конкретного сценария. Вот. То есть. Пострадал либо, скажем так, был вынужден уйти. А, ну, собственно говоря, во стрим колец. Хоть сейчас-то за золотым вылом в чистом виде. Вот. Пострадал, узнал, как поправить, победил. Раз, два, три. Три акта. Вот. Вернул свою прежнюю жизнь примерно на то же место. Ну, или там, немножко лучше. Вот. Понятная логика, да? Почему эти все фильмы вместе становятся? Да? Хорошо. Джинс, бутылки. Не самый мой любимый тип фильмов. Но, черт побери, плюс всемогущий, был довольно веселый. Вот. Убер. Какая-то убер-вафля. Волшебная палочка, не знаю, магическое зелье. Дает какому-то пораженцу что-то, от чего он потом, по ходу истории, отказывается. Но в начале истории он чувствует себя каким-нибудь там, не знаю, нищим родом, пораженцем, короче, аутсайдером. И вот без этой волшебной палочки ему не жить там. Он не завоюет свою там, короче, даму сердца. Да? Он думает, что вот если эта штука у меня сейчас окажется, я буду, короче, нормальный парень. Никита Малифачи, короче, все девки будут мои. Нет. Он по ходу истории, как и Брюси Могущий, понимает, что на самом деле ему вот это вот раздвигание, сука, не нужно. Он как бы нормальный парень, просто немножко скомплексованный. Чуть-чуть психиатра походить, и все будет хорошо. И Господь такой, а Господь за то вот просто ходил. Вот. Ключевое событие того, что какая-то волшебная штука, герой ее приобретает, и потом он от нее отказывается, становясь нормальным человеком. Вот. Почти все фильмы Джима Керри, плюс еще несколько неизвестных, но малоизвестных, типа «Любовный напиток номер 9». У Блэка Снайдера все это написано. Это я оттуда взялся. Вот. Есть еще? Еще несколько. Точнее еще 7. У чувака проблема. Я думаю, я эти фильмы, я думаю, все не нуждаются в том, чтобы я их назвал. Да? У чувака здесь явно проблемы с этим не посмотришь. Преступление и наказание. Лично я не смотрел, но как бы по картинке уже сразу становится понятно. Студент токов старуха. Тут не может быть двойных толкований. Вот. А кто не читал? Давайте так поднимите руки, кто не читал историю Раскольникова. Вот кто прям не знает, что там было еще, кроме того, что он грохнул старуху. Все знают. Да? Кровавые мальчики глаза. Короче, внутренние слои. Там про тварь дрожащая или право имею, оказалось, что тварь дрожащая. Вот. И вот там наката куклы отправили. Вот. Тоже вполне себе, как бы, такой архетипичный сюжет. Про обряд посвящения, к сожалению, я здесь не нашел какой-то картинки. И я не очень, наверное, просто люблю такие фильмы. Это... Я не могу привести вот пример. Там книжка какая-то написана. Вот. Я просто не смог найти нормальных, в том числе, афишек тем фильмам, которые там были указаны в этом списке. Потому что они все вертикальные вот такие. Вот. Ну, по логике, по названию можно, я думаю, понять логику. То есть персонаж появляется в некоем сообществе, в котором он должен стать лидером. Ну, то есть он должен как-то спасти ситуацию, которая там случилась. Да? И для того, чтобы он достиг своей цели, он должен пройти обряд посвящения, стать лучше, чем лучше вот в этом сообществе. Да. Какой-то любой янг и дау в головной игре там? Я не смотрю эти фильмы, я не знаю, о чем речь. Идиокатия. А? Идиокатия. Тоже не смотрел. Но я слышал про эти фильмы. Или та серия Симпсонов, где Гаммер стал одним из масонов избранным? Которая из сотен тысяч. Два товарища. Торжество чудака. Это не только Форест Гамм. Это в принципе какие-то... То есть можно достаточно сильно перепутать с Джимом Керри, с его фильмами. Но здесь ключевое отличие именно в сюжете. Чудак и там, и там. Но здесь чудак, ему не нужно становиться нормальным. Он нормален сам по себе. И мы по ходу истории это понимаем. То есть просто мы понимаем, что как бы мы до этого немножко неправильно к нему относились. Илгер Вафли. Ну да. Илгер Вафли ему не дается. Чувак в группе. Я не смотрел к суду своему. Но как бы так написано в книжке. И супергерой. Вот. Я думаю, что Гагарин супергерой, с этого никто не будет спорить. Про супергеройское кино мы все его видели и все его знаем. Вот. Про конкретно особенности каждого из архетипов кино вы можете посмотреть в книжке. Можно ее найти в интернете бесплатно. Почитать. Это очень интересная тема. Так. Теперь давайте еще с вами немножко... Да. Давайте еще немножко поговорим про то, что сопутствует написанию истории. Итак. У нас с вами есть идея. У нас с вами, значит, уже оформлен какой-то, скажем так, оформлен онлайн, оформлен синопсис. Мы наступаем, чувствуем в себе силу начать писать про эпизодник. Мы уже разложили историю там на акты. Мы понимаем, как это происходит. Почему так, а не иначе. И мы начинаем задавать себе вопрос. А собственно, а почему так, а не иначе. И для этого нам нужна библионера. Библионера – это документ, в котором прописано то, что было перед историей. Что случилось с героем. Почему он сюда пришел. Что его сюда привело. Что сделал его таким, каким мы его видим в точке, где мы начинаем смотреть историю про него. Вот. В Библии не написано только предшествующее. Не только предшествующее событие. Там описаны, в принципе, все персонажи. Почему этот персонаж ведет себя так на экране – это должно быть написано в Библии обязательно. Иначе вы запухаетесь. Потому что в одном герое можно запутаться. Если сценарное мастерство – это, в принципе, написание сценариев – это работа с непривычными нашему мозгу понятиями и материями. В нем очень легко запутаться. Поэтому я расписываю себя как схему. И это помогает довольно сильно. Библионера в коммерческой анимации используется для того, чтобы продать какой-то сериал. Ну, то есть, допустим, у нас есть там сериал. И сериал довольно сложно делать. И нам нужно его прямо продать продюсеру. Вот. И мы показываем ему. Вот, короче, вот наш герой. Вот там наши персонажи. Вот у нас такая-то история. А вот Библия мира. Почему вот эта история конкретно такая? И почему именно с этого ракурса мы ее освещаем? То есть, описываем идею. И в Библии там еще дофига всего. Далее. Кристалл героя. Эту штуку придумали черты из Голливуда. Самый простой кристалл героя – это сила, слабость и цель. То есть, у нашего героя они все должны быть. Мы понимаем, какая его сила. У рыцаря, например, из той схемы. Он смел и он хочет реализовать себя. Вот. Слабость, он… Ну, допустим, давайте подумаем о слабости. Можно ли в Библионность поставить ему в слабость? Я думаю, что можно. Потому что это то, что делает его манипулируемым историей. Цель, понятно, избавиться от… Ну, достичь, во-первых, как бы реализовать себя. Да. Во-вторых, избавиться от вот этой манипулятивности. То есть, добыть себе женщину, как бы реализовать себя. Вот поэтому нам этот рыцарь уже не кажется каким-то странным, картинным, придуманным. Да, что полонный. Но он понятен нам. Он понятно, куда ему идут, куда он идет и зачем. Сейчас я дальше немножко расскажу про сложный кристалл, который вот посложнее. И он используется для полнометражных историй, для каких-то сложных, в принципе, вещей. Последнее, но… Последнее здесь по номеру, но не последнее по значению, я считаю, железную логику историей. То есть, если в вашей истории вы показываете в первом акте правила и потом их нарушаете, будьте готовы, что зритель вам будет бить лицо. Вот. Поэтому соблюдайте железную логику и немножко интуиции. Я могу похвастаться немножко. Короче, есть какой-то товарищ Наштейн. Юрий – это автор «Девушка в тумане». Все смотрели девушку в тумане, да? Вот. Как-то раз на конференции в Москве мы с друзьями делали конференцию, аниматор. Короче, все с этого слетелись. Я приехал на день очень, чем слетелись все остальные. И пока пацаны гуляли по Москве, короче, они зашли на студию к Юрию Наштейну. Он в тот день принимал гостей. Вот. И он, короче, подписывал там свои книги. Я попросил кому-то, кто-то писал мне. И он такой писал. Вот писал. Я тогда писал по сценарному мастерству как раз план учебный. Он такой писал, чтобы математика рассказа оживлялась интуиции. Вот. Такая вот у меня байка есть. У меня книжка такая очень прикольная. Вот. Давайте сейчас еще посмотрим одну киношку. И после этого… Т.е. какой-то кристалл у героя. Снимать? Можно, можно. Можно студенческий кинг, кстати говоря? Т.е. это сделанность силами одного человека. Верный стендер переводит. «Р olvidю», «Рывный стендер». «Рывный стендер». Продолжение следует... 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 Пятое. Какая ваша черта характера создает наибольшие проблемы при общении с другими людьми? Шестое. Какую черту характера вы больше всего ненавидите в людях? Это то, на что, скорее всего, зритель обратит внимание первое в ваших героях. То есть общение с другими людьми, мотивация, потому что мы все растем из детства и так далее. Вот, конкретно всю схему полностью я сейчас показывать не буду, потому что она длинная, долго и сложная. Это темно-длинная лекция. Вот, между этими тезисами, вот здесь внизу, есть схемка довольно интересного взаимодействия. Просто вы видите в поисковике «Кристалл героя», поищите, это все очень интересно. Потому что здесь много психологических моментов про то, что герой надевает какую-то социальную маску и так далее. Далее. Это касается именно главных героев, да? Да. И это не распространяется на второстепенных вообще? Ну как, смотри, это может распространяться на второстепенных, но по мере смысла. То есть смотри, если ты будешь прописывать «Кристалл героя» для второстепенных персонажей, ты у них умрешь. Я тебе дальше сейчас покажу схему, как я расписывал сценарий на 25 минут. Да, ну, он поехал, можно. Если я буду каждого персонажа расписывать по «Кристаллу», это, блин, это банда сценаристов у нас. Какими чертами вот этим нужно наделить второстепенным героем, чтобы он стал не совсем, как бы, там, картинкой? Второстепенный персонаж должен быть зеркалом для героев. То есть, допустим, герой у нас жадный. И вот он, короче, должен по ходу истории побороться свою жадность, чтобы перейти к своей цели. Не знаю, там, какой-нибудь блок, Солл-Стрит или что-то такое. Просто, ну, просто ассоциация. Я не смотрел. Он там ни по голову, ни читал. Ну, вот, я не смотрел, просто ассоциацию назвал, да? Как бы, современный, там, какой-нибудь жадный герой, да, по букмекерам, какой-нибудь, не знаю, банкир. Вот. А второстепенный герой, который ему встречается, чтобы он не был картинкой, он должен с его, с качеством героя напрямую соприкасаться. Это должен быть какой-нибудь персонаж, который взывает к щедрости этого человека. То есть, то, что скорее в этом герое задушено очень сильно. Она может где-то в заколках души есть, в темноте, там, далеко, в пыли. Ну, вот, и попробовать его звать. Тогда второстепенный персонаж обретает краски, и мы в эту историю начинаем верить. Вот. Примерно подобным образом всех остальных тоже можно расписать. В зависимости от ситуации и, там, тайминга истории, что, допустим, герой прошел к, допустим, прошел к середине истории, уже попоров в себе какие-то негативные качества, теперь он начинает проявлять вложь позитивную, вложь, да, и ему теперь какие-то говняки начинают встречаться. Второстепенные персонажи, но, тем не менее, довольно-таки гадкие персонажи. Личности. Вот. И сквозь это они уже не будут картонными. От того, насколько талантливые ты их пропишешь, уже зависит от тебя. Вот. В смысле, читай книжку, там про второстепенных, там вот все написано. Так, прежде чем мы перейдем к последним слайдам, я хочу вам показать один фильм. Вы не устали? Или мы просто перейдем к слайдам без фильм? Фильм посмотрим? Нет, фильм не... Он 7 минут, они все там 5-7 минут. Смотрим? Здесь как раз про качество хорошо. Это летучие мыши, если кто не понял. Не просто спереди на логу, дофига. Смотрим. Смотрим. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...